Привет, ребята! В этом видео рассмотрим 4, пожалуй, самых часто используемых вариантов стопора поршня. И с вами посмотрим, какой вариант из стопора поршней будет самый интересный. Ну, каждый выберет сам, естественно, по-любому. Любой мастер или любой, не знаю, тот, кто хочет заменить поршень. Точнее, не поршень, а снять сцепление, снять маховик. Ну, обычно пользуются чаще всего этими четырьмя вариантами. Конечно, есть еще там несколько вариантов, но это самые распространенные. Значит, первое с вами рассмотрим на вот такой вот у нас шнур. Значит, с чем он хорош, с чем он не очень хорош лично. Ну, как бы я так это понимаю. Узелки, да, грубо говоря. То есть, вот, смотрите, объясню. Попробую объяснить более детально на поршневой. Ну, возьмем самые, ну, скажем, ходовые косы, там, с 95-го года, там, ну, даже с 93-го, у кого-то в 90-х, начало 90-х. Самые ходовые косы у нас, ну, пила в данном случае были, не косы, а пила, да, были, значит, партнер 350-й, он же и все остальные. Значит, дальше штиль 180-й, вот он у нас здесь. Сейчас я покажу вам ЦПГ саму. Вот штиль 180-й, это 95-й год, ну, примерно, плюс-минус. Значит, третье, что у нас было самое ходовое, это, ну, стандартные китайские косы, они появились чуть попозже. Ну, вот, ну, и, соответственно, штиль 250-й и выше. Не буду показывать сейчас, почему выше, потому что, ну, как бы, там, выше, дальше, как бы, поршня побольше, и, ну, кстати говоря, бывают и такие же. Значит, смотрите, в чем дело. Вот, рассмотрим именно вот вариант узелков, именно вариант узелков. Значит, когда я беру, например, 180-й штиль, да, вот у нас, да, я, ну, как бы, стопорю поршень таким образом. Вот сюда вот вставляю и стопорю. Вот, смотрите, веревка, она большая, да, согласитесь, сейчас я посвечу. Вот, вот у нас веревка довольно-таки толстая, узлы можно взять и потоньше. Ну, здесь я бы взял, я бы вообще этот, ну, вариант не использовал для 180-х, хотя кто-то использует. Во-первых, здесь должна быть хорошая плотность, ну, вот, по моим понятиям. Во-вторых, вот, с помощью веревок у людей, как правило, именно в этой поршневой, поскольку здесь коленвал очень, шатун коленвала очень маленький, он короткий. Вот он, вот такой вот короткий, он сам по себе, вот шатун, то есть вот он, он короткий, он вообще ни о чём. Ну, сейчас померю. Значит, у нас получается, ну, 5 сантиметров получается, 50 миллиметров. То есть он небольшой на самом деле, то есть и в этом месте он тонкий. То есть, в принципе, если вы узелками попробуете это сделать, я думаю, что 50 на 50 он может согнуться в этом месте, когда у вас будет сцепление очень сильно закручено. Поэтому, в любом случае, как бы, очень опасайтесь именно здесь этих узелков. Значит, ну, вот сейчас на примере 180-ки я попробую снять. Значит, обязательным, обязательным для ДН-ных поршневых, именно для всех этих поршневых, обязательно смотрим вам внутрь. Желательно посветить фонариком, если у вас выхлопная. Значит, если у вас выхлопная на месте, да, и посмотреть, когда вот именно поршень пройдёт окошко. Вот, как только он прошёл вот это выхлопное окно, то есть, грубо говоря, поршень оказался выше вот этого выхлопного окна и перекрыл его полностью, да, то есть, чуть-чуть перекрыл, чтобы, ну, ещё место было для верёвки здесь, соответственно, чтобы у нас было туда пихнуть. Но он должен чуть-чуть перекрыть. Да, после этого пихаем верёвку. С узлами. Вообще, честно говоря, неудобно. Конечно, можно поменьше верёвку поставить. Ну, блин, как эти узлы там, где они там, как они, в центре, не в центре. То есть, есть вероятность, что, значит, этот самый, что погнётся коленвал. Ну, вот. Открутил, конечно. Открутил, безусловно, открутил. Но хрен его знает, погнулся там коленвал или нет. Бывает так, что закручено очень сильно, да, что, значит, что, в общем-то, и вытаскивать проблематично это всё. То есть, вариант такой рабочий, с одной стороны, но с другой стороны, это либо надо наловчиться, либо надо на вот таких поршневых, где коленчатый вал и сам шатун, он короткий получается, и, ну, как бы, можно реально согнуть. Поэтому, ну, в данном случае опасно, и ниже поршневое, чем 38-е, там, и ниже, там, ну, то есть, опасно. Потому что у них коленвал, как правило, короткий. Ну, и чем меньше поршневая, тем больше опасности сломать, там, что-то коленвал или, там, не знаю, там, ещё что-нибудь, да, там, что-то, бывает, что-то ещё гнётся где-то, чего-то там, да. Поэтому вот этот вариант, ну, я лично для себя отсёк сразу. Значит, по второму варианту, сейчас я закручу обратно сцепление, будем разбирать второй вариант. Так, второй вариант, обычная верёвка. Да, и хотел ещё добавить по вот первому варианту, скажу так, что узелки должны быть на таком расстоянии, чтобы, как бы, максимально в центре у вас было это всё. Если уже вы пользуетесь, то узелки должны располагаться так, вот так вот, чтобы, вот, скажем так, при установке, ну, как бы, что здесь, что здесь, что здесь. Но когда ты впихиваешь, да хрен ты его увидишь, где он. Может быть, там, вот так вот как-то пошло, либо друг на друга зашло. То есть, опасность есть, ребята, вот здесь вот опасность. Поэтому, имейте в виду то, что я вам говорю, либо вы меня слышите сейчас, либо вы потом проблему имеете, то есть, в виду с коленвалом. Да, и он стоит недёшево. Значит, ну, вот таких поршневых, на больших, там, 250-х фактически, ну, обычно прокатывает, потому что, ну, если взять, вот, выхлопное окно 200, ну, да, то есть, здесь и поршень побольше. Ну, вот, и, как бы, вот это вот расстояние побольше, и шатун, естественно, здесь больше, поэтому, ну, здесь, может быть, и прокатит. И на больших поршневых, но вот таких поршневых тоже прокатит, скорее всего, ну, это китайская коса. Ну, и на партнёрах так, вроде, да, там шатун побольше прокатит, но, блин, тоже опасно. Как бы, не везде вот этот метод вообще рабочий, честно, по опыту, не везде. Значит, второй вариант, это просто обычная, вот, мотузка, без всяких, без всего. Главное, чтобы она была плотная. Диаметр её, у всех мотузок, фактически, плюс-минус, ну, в данном случае, 4 миллиметра. 3-4 миллиметра нормальный диаметр. Вот. Пихаем, просто берём, либо вдвое, но лучше вот так вот, потому что, ну, объясню, почему, лучше одиночным использовать вариантом, потому что, когда мы пытаемся запихнуть, сейчас покажу. То есть, когда мы пытаемся запихнуть вот это всё туда, да, вот у нас получается... То есть, он может нормально там сесть, да, а может и не очень, то есть, может там друг на друга оно как-то засесть. То есть, как вариант, да, этот вариант рабочий, да, он как бы рабочий, вот эта двойная, да. Но, чтобы быть более, как бы, 100% уверенным, что всё будет хорошо, когда вы это делаете, да, с помощью мотузки, то просто вот одну мотузку, вот, и если видите, сейчас покажу. То есть, у нас тут поршень, если видите, вот она ложится вполне себе хорошо. То есть, вот она начинает ложиться, как бы под поршень, нормально, змейкой. То есть, перехлёста особого нет. То есть, вот, по сути говоря, вот, наверное, вот этот вариант очень хороший, очень рабочий. То есть, по сути, единственное, тут дозируйте количество вот этого мотузки самой по себе, потому что, опять же, если очень много мотузки будет здесь, ну, здесь примерно тут немного надо, тут, по сути, вот именно на этих маленьких поршневых, тут надо там, ну, может быть, в целом, где-то я вам даже скажу сейчас, сколько примерно надо. Примерно вот так вот. То есть, где-то у нас здесь, сейчас попробую показать. Ну, примерно, получается, 20, ну, 15 сантиметров. 15 сантиметров, примерно. Туда впихиваете. Ну, и этого вполне достаточно, если вы просто мотузкой используете. Ну, можно ещё вот такой вариант. Если вы впихаете там немного, да, опять же, то вот она вот так вот у вас примерно там сложится. Вот так вот, примерно, опять же. То есть, вот она зашла туда, потом согнулась здесь, понятно, потому что здесь у нас, значит, цилиндр. Вот согнулась и всё. Вот примерно вот так вот у вас будет стопориться. Этот вариант для этого будет работать. Для этого варианта будет работать. То есть, вот двойная мотузка. Значит, что ещё? То есть, вот сейчас я вам попробую вот этот вариант продемонстрировать. Значит, вставляем мотузку туда. Примерно он там же так же складывается, как я вам показывал. Если сложно, можете воспользоваться пассатижами. Воспользовались. Зафиксировали. Всё, поршень стоит. То есть, как бы, всё равно проверьте, всё ли нормально. Ну, вот, то есть, чтобы... О, и у нас, в общем-то, получилось. Ну, естественно, второй вариант. Второй вариант, когда мы запихиваем мотузку полностью побольше. Вот, сейчас я окошко пройду, выхлопное. Значит, полностью запихиваю поодиночке. Вот так вот. Всё, этого достаточно. Вот, зафиксировали. Сейчас я его подзакручу. Так. И потом пытаемся раскрутить. Главное, ребята, чтобы мотузка сама не зашла дальше. То есть, она... То есть, чтобы, как бы сказать, она не ушла вот сюда. То есть, вот она у нас сюда заходит. Сюда заходит, 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 проходит. Сюда. Если она уходит вот сюда, вот, вот сюда, вот, ну, в выхлопное окно. Если она вот сюда у нас попала, с той стороны, вот так вот, с той стороны, да, то будет очень плохо. Ну, блин. Короче, можете сделать беду. Поэтому, вот, выходить оно оттуда не должно, вот так вот. Но вы не увидите, если у вас выхлопная труба будет, вы не увидите этого. То есть, бывает, вот так вот, закусит, вот, видите, немножко вышла нитка и закусывает, и всё. И там поршню хана, либо ещё чему-нибудь. Поэтому обязательно выхлопное окно всегда проверяйте. Чтоб оно прошло, выхлопное окно, немножко поршень. Значит, ну и сейчас пытаемся, я закрутил, сейчас пытаемся, выхлопное окно ещё раз проходим. И пытаемся это всё дело открутить. Всё, зажали. И у нас всё чётко открутилось, без всяких проблем. Вот этот вариант, считай, рабочим. Полностью причём. Для любых поршневых. Значит, следующий вариант мы будем использовать с вами, как бы сказать, даже я не знаю. Ну, давайте так, используем вот этот вариант. Ребята, вот этот вариант рабочий. Он рабочий, но они бывают разные. Стопора поршней, которые нам продают, которые нам впихивают на производители, как бы они бывают разные. То есть, по каждую поршневую бывают разные стопорные стопора, вот эти. Штиль, Хосфарна там предлагает их и так далее. Значит, ребята, опасайтесь. Потому что надо знать маркировку, наименование. И также надо знать, на что именно данные, именно, ну как бы, они бывают разные, ещё раз говорю. То есть, под 180-й, например, такой, под, ну, там, например, под другой, совершенно другой, не суть. Они бывают разные, под разную поршневую они делаются. Поэтому это, ну, очень важно. Здесь, как бы, если вы мастер, если у вас есть доступ к нормальным ценам на запчасти, пожалуйста, покупайте, они будут разные. Их много разных модификаций, ну, там, штук 5, наверное, или 7, не знаю, что-то такое. Вот, под разные поршневые. Покупайте, отдавайте бабки. Если вам это будут копейки стоить или бесплатно, если у вас авторизированный сервис-центр, то вам, ну, как бы, всё будет очень на халяву, скажем так. Этот вариант рабочий, абсолютно рабочий. Да, вопросов нет. Но, блин, не для каждой поршневой. Поэтому этот вариант я даже использовать не буду. Почему? Ну, потому что, ну, как бы, ну, не знаю. Скажем так, он не универсальный. Вот вариант не универсальный. Далеко не универсальный. И можно поставить вот это так, что, блин, что, ну, просто на поршне вот здесь вот будет дырка у вас. Поэтому опасайтесь. Ещё раз, кто со мной не согласен, ваше право. Можете не соглашаться. Я не пользуюсь данным вариантом. И пользоваться, наверное, никогда не буду. Значит, и у нас есть третий вариант. Вот такая вот верёвочка. Толстая довольно-таки. Диаметр у нас здесь 1 сантим. Или 10 миллиметров. Значит, сейчас я попробую её установить сюда. Вот так вот элементарно и просто она ставится. Сейчас закрутим это всё дело. Раз. Закрутили, верёвочку вытащили. Ну, и, соответственно, поставили на место. То есть прошли окошко, воткнули вверх на место, зафиксировали. Открутили. Всё. Вот. Вот такой вариант. Ребят, ну, честно говоря, вот этот вариант мне больше нравится всех. Больше всех нравится. Единственное, что сразу же скажу, сразу же скажу, плотность должна быть очень хорошая. Это первое. То есть я не знаю, насколько, но вот очень хорошая должна быть. То есть фактически плотная, очень плотная, хорошая верёвка. Такая плотнейшая. То есть очень важно взять самую плотную, ту, которую фактически не сгибает. Ну, чуть-чуть только она подаётся, когда пальчиками на неё нажимает. Всё. Вот этот вариант самый универсальный, вот по моим, ну, как бы, нахотам. Самый универсальный вариант. Ну, и также кончики всегда немножко обжигайте. Единственное, что старайтесь обжечь так, чтобы всё равно здесь было мягко на концах. Он же стопорится как раз вот здесь, вот поршень на кончике, как правило. Вот, на этом видео я заканчиваю. Надеюсь, вам было интересно, познавательно. И вы теперь чётко будете знать, каким методом вы будете пользоваться. Вот. Кстати, этот метод также на маленьких поршневых работает и на любых других поршневых. Всё. Всем пока. Всем удачи.